добрый день сегодня предлагаю вам вторую часть мастер-класса по изготовлению 3d пряника фигурка ангела в первой части мы успели перенести рисунок и полностью залить глазурью наш пряник со всех сторон приступим к изготовлению деталей для декорирования пряника для этого картонки приклеиваю небольшой кусочек пергамента и выкладываю на нем небольшое сердечко отделанное кружевом а также маленькие красные сердечки которые пригодятся мне в дальнейшем все эти заготовки отправлю на сушку они должны хорошо просохнуть прежде чем я буду их приклеивать на изделие теперь пожалуй самая интересная часть сделаем ангелу крылья я положила фигурку ангела на лист бумаги и прикинула какой формы и размера должны получиться у меня крылья карандашиком нарисовала эскиз ну а также можете распечатать картинку которую найдете в интернете для крыльев мне понадобится вафельная бумага ультра тонкая та самая из которой обычно делают вафельные цветы работать с ней в принципе также как и с обычной бумагой единственное что она немного ломкая поэтому нужно работать аккуратно вырезаю заготовки по шаблону который я подготовила и таких заготовок у меня должно получиться 4 случае если вы делаете пряник для себя либо выставочный вариант или клиент в курсе и не против вы можете воспользоваться флористической проволокой для того чтобы сформировать изгиб крыльев да и в целом для удобства работы случае если вы не можете воспользоваться проволокой тоже не беда просто крыло нужно будет в сыром виде выложить на какую-нибудь форму и дождаться полного высыхания в нашем же случае мы смочим одну половинку водой приложим проволоку накроем второй половинкой хорошенечко прижмем чтобы все это склеилось и таким образом получим основу для крыла в два раза плотнее теперь нам понадобится перья для крыла для этого отрежем полосу нужной ширины вафельной бумаги и нарежем из нее бахрому теперь от каждой полосочки отрежем уголок для того чтобы придать форму перышко отрежем кусочек бахромы нужного размера с кисточкой смочим водой и аккуратно приклеим крылу та часть которую вы смочили становится более эластичной и клейкой но здесь нужно быть осторожнее чтобы не порвать вашу заготовку формируйте и выкладывайте перышки пока вам не понравится результат также проделываем еще с несколькими полосками заполняя все крыло та часть крыла которая будет прилегать к спине то есть ее не будет видно можно не покрывать перьями а вот с обратной стороны там где крыло будет видно полностью нужно покрыть перьями по всей поверхности в нижней части крыла хочется сделать более мелкие перья и немного иначе их выложить так будет выглядеть натуральнее последние штрихи и можно сказать крыло готово теперь приступим к изготовлению конвертика у меня есть заготовка из обычной бумаги прикладываю к вафельной обвожу и вырезаю мне нужно хорошо смочить заготовку в местах сгиба для того чтобы бумага не сломалась а аккуратно легла по форме конверта аккуратно складываю конверт затонирую конверт сначала полусухой кистью обычными красителями я выбрала коричневый цвет для того чтобы получился ретро конвертик для усиления эффекта воспользуюсь сухими красителями добавлю еще теней глубины получу более натуральный эффект тонкой кисточкой добавлю надпись на конверт той же кисточкой коричневым красителем нарисую имитацию почтового штампика с обратной стороны в качестве сургучной печати приклею одно из тех сердечек которые я заготовила приклеим конвертик вложим в руку сначала я приклею к руке так чтобы это естественно смотрелось и добавлю большой палец сверху как будто она держит конверт пришло время раскрасить и затонировать нашего ангела лицо вы мелкие детали необходимо расписывать самой тоненькой кисточкой даже не знаю почему но я всегда начинаю расписывать пряники именно с глаз возможно потому что когда есть взгляд то есть и характер и все новые детали которые появляются укладываются именно в этот характер такие детали как нос и губы я всегда рисую коричневым цветом губам впоследствии добавляю немного красного или розового оттенка обязательно затемняю те места где должна быть тень на стыках между лицом и волосами шеи и головой и так далее я думаю вот 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 Возьмем сухой розовый краситель и нанесем румянец нашей девочке. Если пальто белое, это еще не означает, что оно должно быть плоским. Возьмем очень сильно разбавленный черный краситель и растушуем в тех местах, где у нас должны быть тени. На стыках между предметами и деталями тени сгущаются. Здесь можно положить больше красителя, усилить эффект глубины. Играет музыка. Постепенно достаточно объемный в заливке, но все еще не живой пряник превращается в практически живую девочку. Чтобы уравновесить по цвету винтажный конвертик и волосы, было принято решение корзинку сделать не белой, а все-таки более натурального цвета. Играет музыка. Играет музыка. Затонируем пряник особо не бред. Играет музыка. Играет музыка. затонируем пряник с обратной стороны он у нас 3d не забываем поэтому и про боковые конечно же стороны накладываем тени точно так же как мы это делали спереди усиливая эффект глубины и объема ну и не забываем конечно про полосатые чулочки точно также как и все пальто тонируем мех он тоже нуждается в придании объема волосы я обычно начинаю рисовать плоской кисточкой полусухой причем кисточка должна быть побывавшие в работе и несколько разлохматившиеся так чтобы волоски уже отделились друг от друга и так получается достаточно натуральный рисунок волос когда весь массив волос заполнен этим узором я беру самую тонкую кисточку и добавляю рисунок прядей красные детали лучше тонировать коричневым они черным красителем также коричневым красителем самой тоненькой кисточкой выделяем такие мелкие детали как пальцы рук могло показаться что на этом все но нет добавим золотые детали в наш рисунок для этого кондурин разбавим небольшим количеством водки не очень жидко и аккуратно тоненькой кисточкой раскрасим сердечки застежки сердечки на коньках сами коньки и некоторые другие детали и и и и и и и и и для того чтобы не зацепить еще не высохшие краски позади пряника положу его на ту же самую вазочку что использовала когда заливала его со всех сторон украшу корзинку заготовленным сердечком и напишу на нем слово почта добавлю еще маленьких сердечек во первых так заполнится пустота во вторых создастся ощущение как будто искры в виде сердечек летят из-под ее коньков ну а теперь пора приладить крылья и вот оно одно из удобств использования флористической проволоки во первых можно легко скрепить крылья между собой а во вторых посмотрите как легко и быстро формируется изгиб крыльев относительно ангелом крылья приклеим к ангелу при помощи глазури базовой консистенции у меня было еще одно сердечко побольше и я решила что будет красиво задекорировать стык крыльев сзади таким элементом веерной кисточкой с помощью кондурина пройдусь по краешкам перышек и сделаю более нарядные крылья это постамент для ангела и также я воспользуюсь глиттером для того чтобы получился блестящий снег теперь нужно обрезать шпажку чтобы она не выступала за пределы постамента и пряник устойчиво стоял и приклеить помощью глазури базовой консистенции пряник в своей основе глазурь густой консистенции очень хорошо держит пряник и практически сразу схватывается но для надежности лучше подпереть его чем-нибудь у меня это стаканчик кока-кола он как раз снизу узкие сверху пошире и подходит по форме для моего ангела сразу же заливаю постамент глазурью консистенции заливка и пока глазурь еще не высохла посыпаю глиттером для того чтобы появилась красивое сияние а также для объема композиции добавлю маленькие красные сердечки которые заготовила до этого вот такая объемная фигурка ангела можно сказать статуэтка вышла в итоге нашей работы надеюсь вам было интересно и очень надеюсь что было полезно хотелось бы чтобы вы попробовали сделать что-нибудь подобное присылайте в комментариях если сделаете аналогичный пряник буду рада вашим подпискам и лайкам спасибо за внимание всего доброго